Частым гребнем граждане и компании 23 стран попали в черные списки, опубликованные Киевом на этой неделе. И это вызвало общий европейский скандал. Ведь, во-первых, среди 388 физических лиц и 105 компаний, против которых Украина вводит санкции, 34 журналистов, в том числе Ди Цайт, Эль Паис, Вести Латвия, которые после опубликования списка сравнили Киев с худшими африканскими диктатурами. Пока президент Порошенко смягчился лишь по поводу телекомпании BBC, обещав их корреспондентов простить. От Эль Паис журналист Антонио Помплиего, похищенный террористами в Сирии. Вероятно, у них его работа вызывала похожую на украинскую реакцию. Во-вторых, в санкционных списках указаны паспортные данные и адреса фигурантов. И Следственный комитет России уже возбудил уголовное дело, чтобы разобраться, как украинские спецслужбы их получили. Опубликована полная информация не только по Анатолию Чалому или российским журналистам, но и по лидеру венгерской партии Йобик Санисла, члену французской национал-большевистской партии Фабрису, члену правящей сербской прогрессивной партии Джукановичу. Причем большинство врагов Украины на Украине никогда не были. То есть и данные свои там не оставляли. Моя коллега Юлия Ольховская разбиралась, почему вдруг Киев решил вызвать такой огонь европейцев на себя. И оказалось, что, скорее всего, это лишь шумовая завеса в ответ на заявления из Вашингтона. Сообщают, что на Украине беспрецедентная коррупция. Не будете бороться, отключим от аппаратов поддержки. Новые украинские реформаторы, как оказалось, воруют не хуже иллюстрированных чиновников. Главу Государственной службы занятости Ярослава Кашубу на этой неделе взяли с поличным в центре Киева при получении взятки в 600 тысяч гривен. В рублях это почти 2 миллиона. От участников тендерных торгов. Назначенный всего полгода назад и даже написавший книгу «Коррупция и ответственность за коррупционные деяния» Кашуба сам оказался коррупционером. Как и заместитель начальника управления контрразведки СБУ. Наручники на него надели прямо на коллегии в здании службы безопасности Украины. К сожалению, это уже 17-й сотрудник, задержанный нами за взяточничество либо предательство национальных интересов. Все абсолютно опросы показывают, что с коррупцией дело сейчас хуже, чем было при Януковиче. На этой же неделе из МВД была уволена скандально известная Елена Тищенко. Начальницей управления по возврату активов, полученных преступным путем, чиновница проработала всего два месяца, пока у нее не обнаружили два незадекларированных особняка во Франции и Германии. Теперь Тищенко фигурант уголовного дела о служебном подлоге и подделке документов. Приимая ее на работу, в МВД не могли не знать, что Тищенко уже была замешана в коррупции. Помогала отмывать деньги казахского олигарха Мухтара Блязова и провела два года в тюрьме. Мы забыли классиков, в частности басни Крылова, в которых это все описывается. Когда лиса взялась охранять курятник у льва, и в результате пропажа курей только увеличилась, потому что сама же лиса их и воровала. Поэтому, когда те, кто был улечен в прошлом в преступлениях, сегодня пришли к власти, как вы думаете, что они будут делать? Конечно, они будут дальше воровать. Но все эти истории в киевских СМИ отошли на второй план после скандала, разразившегося на этой неделе в украинском парламенте. В Раде год назад избранной под лозунгом борьбы с коррупцией, генпрокурор Шокин фактически продемонстрировал, что лозунг этот был чистым обманом избирателей. На видео, показанном в зале заседания, депутат от радикальной партии Игорь Масичук требует взятку за разные услуги. Масичука задержали прямо в стенах парламента и завели уголовное дело, в котором наряду со взяточничеством еще несколько эпизодов. Один из них – угрозы служебному лицу. С главным врачом больницы в Луганской области, разрешившим вывести боевика батальона «Айдар» из лечебного учреждения в суд, Масичук повел себя совсем не по-мужски. Чего вы ломитесь в лечебное учреждение? А накануне в интернете появилось вот это видео, снятое в прошлом году. Вооруженный Игорь Масичук и мужчина в Балаклаве с автоматом, как утверждают авторы кадров боевик батальона «Азов», поставили на колени остановивших автомобиль сотрудников ГАИ города Гердянска. В конце недели СМИ со ссылкой на пресс-секретаря вице-президента США сообщили о предупреждении, которое Байден якобы сделал украинским руководителям. Поддержка Киева Вашингтоном окажется под угрозой, если ситуация с коррупцией в стране не изменится. Однако буквально через день Белый дом распространил уже другое заявление. Цитата. «Президент Порошенко и премьер Гетинюк сделали значительный прогресс в борьбе с коррупцией». Теперь в местной прессе гадают, почему реформаторские усилия власти в Штатах сначала раскритиковали, а потом похвалили. А также обсуждают, почему взяточников на Украине становится все больше и больше. Хотя ответ очевиден, если вспомнить биографию современных украинских руководителей. На одном из украинских интернет-ресурсов выложили архивную запись пресс-конференции Александра Зинченко. Десять лет назад, в 2005-м, он был госсекретарем Украины при президенте Ющенко. Петра Порошенко, в тот момент занимавшего должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, Зинченко обвинил в коррупции экономической и политической, после чего Порошенко был отправлен в отставку. Порошенко настаивал и, в конце концов, добился незаконной передачи под контроль СНБО судебной ветви власти, хотя она, по своей сути, должна быть независимой. Протесты судебного сообщества оказались глазом выпиющего в пустыне. Опять, как во времена Кучмы, возвращается телефонное право и откровенное прямое давление на судей. С тех пор на Украине сменилось пять правительств и три президента. Недавно бывший председатель Конституционного суда Чернушенко в своем видеобращении обвинил Порошенко абсолютно в том же самом, в чем 10 лет назад его обвинял Зинченко. Судебная власть сегодня не может выносить справедливые решения, поскольку она находится под большим прессингом со стороны политического режима, который установился на Украине. Вообще, в своем 20-минутном выступлении в 2005-м Зинченко выдвинул в адрес Порошенко немало серьезных обвинений. В таможенную систему вернули людей, которых называют не иначе, как контрабандистами. Они начали честно, думаю, что не ошибусь в такой оценке, отрабатывать высокое доверие. В таможне поставлено на службу определенной группы людей. Приватизируется система средств массовой информации, скупаются каналы, теле- и радиосети. В ход идут договоренности с олигархами. При этом уволенный за коррупцию Порошенко через 4 года снова стал секретарем Совета национальной безопасности и обороны еще через три, министром экономики при Януковиче, а потом и президентом Украины, сохранив при этом методы работы. Масштабами коррупции на украинской таможне после скандала с контрабандой в Закарпатье возмущались даже в западной прессе. А как сейчас обстоят дела со свободой слова, лучше всего, пожалуй, демонстрируют недавний скандал с политическим шоу «Шустерлайф». Программа, посвященная злободневным проблемам, выходила на канале олигарха Коломойского. Но в прошлую пятницу ее неожиданно сняли с эфира. Как уверен ведущий, не без вмешательства Порошенко. У нас контракт с телеканалом «Один плюс один». Внезапно нас сняли, мы узнали об этом за две минуты до эфира. Нас сняли с эфира. Я думаю, это договоренность владельца «Один плюс один» с администрацией президента. Я не знаю, на каких условиях. И тем более не знаю, почему. Удивительно, но даже содержание популистских выступлений современных политиков почти слово в слово повторяет то, что уже было когда-то сказано. В программе того же Шустера Саакашвили во всех украинских бедах недавно обвинил правительство Яценюка и олигархов, сравнив их с акционерами, по частям раскупившими государство. А что же еще 10 лет назад говорил на тот момент оппозиционный власти политик Арсений Яценюк? Базовая политическая коррупция. Основная политическая коррупция находится в стенах Верховной Рады Украины. Там клубы, закрытые акционерные общества. Самая большая беда Украины в том, что ею правят люди, те люди, кому она не нужна. Вот все, что делают люди, это ценой Украины. Они готовы свергать одну власть и ставить другую ценой страны. Они готовы проводить реформы ценой ограбления народа. Так будет всегда, пока эти люди не обновятся. А как они могут обновиться, я не знаю. Вот из предвыборных счетов на украинцев смотрят давно знакомые лица, называющие себя простыми людьми, в очередной раз обещающие борьбу с тарифами и справедливой пенсией. Тем временем в интернете опубликовали серию фотожап на эту избирательную кампанию с комментарием. Даже через 20 лет власть на Украине не поменяется, а украинцы словно мыши, которым в очередной раз предлагают выбрать какую-либо из понравившихся кошек.